Семёнова Варвара Васильевна, старший научный сотрудник Института биологических проблем Креолитозоны Сибирского отделения Российской Академии Наук, изучает биологию развития лекарственных растений, автор многих научных публикаций и докладов, сотрудничает с производственными образовательными учреждениями, общественными объединениями по созданию разных сортов чая, проводит семинары по выращиванию лекарственных растений, профилактике и сохранению здоровья и молодости, автор лунного календаря для огородников Якутии, кандидат биологических наук. Здравствуйте! Сегодняшняя лекция будет называться «Выращивание лекарственных и пищевых растений на переусаденном участке». В связи с развитием глобальной индустрии пищи, пищевой и фарматистической компании очень много вредных веществ в едах и лекарствах появились. И в связи с этим появляются разные заболевания вплоть до летального исхода. И мы должны быть ответственными за свое здоровье и должны взять свое питание, свои руки. Для этого нам нужно питаться натуральной продукцией, экологически чистыми овощами, фруктами, травами и ягодами. Откуда же берутся заболевания? Оказывается, в нашем организме происходит от питания, ощелачивание или закисление организма. Скисание веществ в наших организмах приводит такие продукты, как мясо, алкоголь, мучные изделия, сахар, кофе и так далее. Ощелачивают наш организм свежие фрукты, овощи, травы, ягоды. Поэтому мы должны принимать их больше. Вы, наверное, знаете, что бытует мнение, что якут траву не ест. Так ведь? Это ложное представление, потому что еще в середине XIX века на севере люди питались молочной, рыбной, мясной и растительной пищей. Причем растительная пища занимала немалую часть питания. И даже в некоторых хозяйствах главную часть. Люди собирали траву, корни, заболонь, листьевницы, сосны и принимали это в пищу. И как говорят наши первые врачи, попов, сокольников, они говорят, что с появлением хлебопашества, с появлением мучных изделий на столе, уже пища настолько изменилась, что стала ухудшаться. Люди меньше стали держать скот, меньше потреблять молочные изделия и собирать траву. И поэтому здоровье, конечно, ухудшалось. И они говорили, что в одной семье, когда есть 4 поколения, старики, они выглядели, имели большой рост, хорошее телосложение и крепкое здоровье, и зубы. А молодые люди становились худыми, слабыми, быстро утомляли и очень быстро заболевали. Поэтому растительная пища в нашей жизни, в нашем рационе должна занимать важную роль. Вообще известно, что наши травы, которые растут на севере, имеют более сконцентрированные биологически активные добавки, то есть вещества, то есть они накапливают больше лечебных свойств из-за экстремальных условий нашего региона, чем их аналоги в других регионах. Поэтому это было доказано еще в 80-х годах прошлого века нашими учеными. Эти свойства, лечебные свойства, еще были известны в 19 веке. Поэтому благодаря нашим растениям к нам в наш регион приехала Кэт Марстен, английская сестра Милосердия. И она приехала за лечебным растением, называемым кучукта. Это полынь монгольская, или называют полынь обыкновенная сейчас. Вот это вот растение, оно, конечно, не излечивало проказу, да, но оно облегчало боль этих больных людей. Благодаря ей была создана колония в Билюйске, и прокаженные люди были спасены. Она об этом узнала от англичанина в Турции. Он сказал, что в Сибири растет такое целебное растение кучукта. И действительно в это время в сибирской газете было написано об этом растении, и называлось еще живая вода. И что вот эту вот живую воду в Якутии используют от различных заболеваний. И даже вот есть история, где один тунгус, на него напал медведь, и содрал кожу на голове, да, и он вылечился с помощью этого растения. В Якутии растет около 2000 растений. Из них около 200 являются лекарственными растениями. Около 100, да, являются пищевыми. Около 110 являются ядовитыми растениями. В чем же выгода выращивания лекарственных и пищевых растений на своем участке? Во-первых, вы научитесь потреблять экологически чистые продукции. Вы научитесь определять растения. Других тоже научите, чтобы они заботились о своем организме. И у вас будет все под рукой. На своем участке вы можете выращивать различные виды растений. Вы можете сэкономить деньги и время, да. Вам не нужно куда-то ехать далеко, в какой-то район, да, чтобы собрать это растение. Вы сможете посадить на своем участке редкие растения, да, которые на природе нельзя их собирать, да, потому что они охраняются государством. И вы сможете воспитать детей, питаться именно экологически чистыми продуктами. И они будут ухаживать за растениями, будут тоже заботиться о своем организме. Прежде чем садить растения, нужно, конечно, ставить цель. Для чего вам нужно? Для лечения какого-то заболевания, для пищи, для заготовления чая. Потом вы ищете, какие растения вы будете садить. Составляете список. После этого определяете, какие жизненные формы этих растений, да. Какие-то растения древесные, какие-то кустарники, какие-то многолетние или однолетние растения. После этого вы планируете свой участок. Подготавливайте место, почву, водоотведение, там, освещенность участка. И начинаете уже параллельно сбор посадочного материала. Либо семена собираете на природе во время созревания, или покупаете через специальные сайты, которые их очень много сейчас. Либо в специальных организациях, в ботанических садах или у физических лиц. Затем вы посадили растения. Любое растение накапливает определенные вещества в определенных органах. Поэтому вам нужно знать фазы развития растений и когда их собирать. Листья, например, вы собираете до цветения. Да. Это в июне, июле. Цветы собираете во время массового цветения. Семена, ягоды вы собираете во время плодоношения или созревания. А корни вы собираете весной, например, до образования надземной массы. А осенью после отмирания надземной массы. Прежде тем, как собирать для сушки, вам нужно тоже подготовить помещение, где вы будете сушить. Оно должно быть проветриваемым. Оно должно защищать растения от прямых солнечных лучей. Вы расселаете растения по поверхности тонким слоем и время от времени переворачиваете, чтобы растения не испортились. Если растение испортилось, то там уже лечебные свойства теряются. И наоборот, там образуются токсические вещества. Поэтому, когда испорченные растения, нужно, конечно, выбрасывать. Храните сушеные растения в специальных мешках из натуральной ткани и в стеклянных сосудах. И храните в темном помещении, защищая от солнечных лучей. Хранится сырье где-то около года или два года. Какие же растения вы можете выращивать? Лекарственные растения вы можете выращивать по группам. Например, растения, которые снижают кровяное давление. Таким осенним относятся боярышник даурский, рябина сибирская, ожимолость, крапива двудомная, календула лекарственная, шлемник байкальский. От сердечных заболеваний подходят радиола розовая, адонис сибирский, купальница азиатская, горец птичьи, еще можно пустынник уменьшенный. Они у нас растут на природе. А некоторые редкие растения вы можете приобрести в ботанических садах, где они выращиваются. Для женского здоровья вы можете садить бадан толстый листный, зверобой оттянутый, лапчатку гусиную. В виде отхаркивающих вы можете садить тимьян ползучий, пырей ползучий, сосна обыкновенная помогает, почки. И вы можете еще смотреть сайты, и там литературу, и там есть очень много указаний. В виде пищевых растений вы можете садить, конечно же, кроме овощных, ягодные культуры. Это смородина красная, черная, шиповник, малину, облепиху, вишню, черемуху вы можете садить, землянику. Кроме того, из травянистого растения в различные супы можно садить крапиву, тимьян, мяту можете садить, подорожник, шавель, ревень. А в старину в различные супы, молочные супы, добавляли измельченные корни копеечника, лилии даурской или пенсильванской. По-якустски еще называют сусак у нюла. Еще древесную заболонь, сосны и лиственницы очень много употребляли измельченном виде. Для чая вы можете использовать листья этих же кустарников, смородины, красной, черной, малины, шиповника, земляники. Ну и их хорошо собирать до плодоношения или после плодоношения свежие листья собираете. Ну, конечно, общеизвестный иван-чай подходит в виде ферментированном или в таком зеленом виде тоже подходит. Старинную еще использовали листья осенью, когда они прошли естественную ферментацию. Ягоды тоже, сухие ягоды тоже можно добавлять в чаи. Тогда их можно назвать чай с ягодами, травяные чаи с ягодами. Кроме того, вам нужно знать еще и ядовитые растения, потому что очень много ядовитых растений растет у нас. И даже на участке растут. Это как чистотел большой и полыни разные, они тоже ядовитые. Живокости разные, ядовитые. Те лекарственные растения, они в больших количествах являются тоже ядовитыми растениями. Поэтому очень осторожно нужно их тоже использовать. Кроме того, можно использовать и сорные растения. А сорные растения, они сами по себе растут на участке. Их не надо специально выращивать. Вы можете их, когда очищаете свой участок, то вы можете уже как бы параллельно собирать их для использования. Ну вот, моя тема лекции закончилась. И вы можете задавать вопросы. В старину у ягодов было 250 различных растений, которые они употребляли в пищу. И использовали как лекарство. Но многие названия стали архаичными. И мы даже не знаем, какое это было растение. Название есть в гусном народном творчестве. А что это такое, мы уже не знаем. Мы теперь очень мало используем лекарственные растения. И мы о них очень мало знаем. Меня интересует такой вопрос. Можно ли использовать лекарственные травы как комнатные растения в зимнее время? И меня интересуют лекарственные травы, которые могли бы помочь моим суставам. Артрит, артроз, варикоз, остепороз и так далее. Да, действительно, вот все, что мы питаемся, да, это мы либо излечиваемся питанием, да, либо наоборот заболеваем, да. Поэтому, а в старину, вот это вот вы правильно сказали, что никто не знает, какие растения в то время использовали. Но благодаря путешественникам, сынам, исследователям, у нас есть данные этнические изучения нашего быта, якутов и других народностей, да. И мы можем из их изучения, из их записи, мы можем восстановить вот эти вот растения. А наша задача именно уточнить, какое растение было, когда использовали в то время, да, научное название этого растения. Ну, этими я уже сейчас занимаюсь. Какие же растения можно выращивать у себя в комнате в зимнее время? Ну, тоже есть различные субтропические, топические растения мы выращиваем, да, это и алоэ, колонгоэ, ну, вот эти вот растения вы можете садить на подоконник. Суставы, конечно, от комплекса, да, факторов, где происходит заболевание, да, от сосудов, начиная от сосудов, начиная от питания тоже самое, да. Прострел, да, известный, раньше использовали и сейчас тоже используют. Очищать сосуды, да. Женщинам от остеопороза женские фитоэстрогены вы можете использовать. И некоторые растения, бобовые, да, лен, они содержат эти фитоэстрогены. И, конечно, и кальций. Когда есть фитоэстрогены в женском организме, тогда кальций удерживается. Вот когда кальций вымывается из организма, и происходит остеопороз. Мы все здесь собрались, заинтересованные люди в том, чтобы оздоровить свое здоровье. Не химическими препаратами, а именно вот то, что природа нам дала, то и хотим это употреблять себе здоровье. И сегодня лектор затронула тему о том, что наши лекарства очень жизнестойкие. Почему? Потому что мы живем в экстремально климатических условиях. Эта зима иногда у нас доходит до минус 70, а летом плюс 40 градусов. И вот представьте себе, какие наши травы, это очень кладезь, можно сказать, что мы живем прямо на золотой земле. Как природные богатства есть, так и богатства у нас лекарственные. Вот мне хотелось бы спросить, есть ли у нас в республике специализированные хозяйства или фирмы, которые занимаются воспроизводством наших лекарственных трав. Я знаю только примерно вот концерн Табо, Таба, и еще кучу чай только начали вот несколько лет назад этим заниматься. А есть ли еще что-то такое, чтобы организовать и выйти на мировой уровень? Она была бы очень востребована, эти наши лекарственные препараты. Специализированным выращиванием питомникам в Якутии пока еще не занимаются. Но раньше, в советское время, возможно, занимались. Но, конечно, это очень актуальная тема, но этим еще никто не занимается. Частно, вот кустарным способом, да, в небольших хозяйствах люди сами себе выращивают. Вот, конечно, вы правильно заметили, что биологически активные вещества очень высокие у наших растений. И они, даже если мы будем экспортировать нашу бруснику, который у нас растет, то это было бы очень хорошо. Можно ли развивать выращивание растений как бизнес? Да, сейчас очень актуально уже начать заниматься бизнесом именно по выращиванию растений. Можно, сейчас уже спрос идет на растения, и особенно у нас в Якутии, где уже растения являются очень высоко целебными, можно сказать, да. Поэтому сейчас вот нужно создавать питомники и заниматься. Что касается вот пересадки тех диких видов лекарственных растений, вот в условиях наших дачных участков, да. И здесь у нас не хватает, наверное, очень много литературы вот касательно пересадки. С одной стороны, пересадка этих растений может быть связана с тем, чтобы уничтожить это растение. От природы мы же берем, да. Как вот сделать так, чтобы сохранить эти лекарственные растения в природных условиях при пересадке? Это один вопрос, да. И второй вопрос, это касается самого выращивания этих растений на дачном участке. Вот у нас не хватает литературы касательно местных лекарственных растений. У нас очень много интернета, интернета информации, да. А вот то, что касается именно якутских видов лекарственных растений, у нас литературы нет. Почти что нет. Это касается по пересадке. Не все растения выживают в условиях вот нашей Якутии. Вот у меня вот такой вопрос, где найти вот такую литературу, которая бы помогла нам именно выращивать эти лекарственные растения на дачном участке. В природе мы можем сохранить именно просто собирая семена этих растений, лекарственных растений, да. Редкие растения нельзя собирать, ну, семена можно собирать, а выкапывать абсолютно не надо. В основном растения, которые у нас растут на природе, они размножаются семенами. А приобрести вы можете их у участников, у ботанических садов, да. А по поводу способов выращивания растений, рекомендаций, да. Раньше были брошюры, а так технология, она одинаковая, как при посадке декоративных растений. А именно виды, какие виды растут у нас лекарственные растения, сейчас выпустили атласы лекарственных растений. Я знаю две книги, которые вот выпущены недавно по лекарственным растениям. Так что, если поискать, то можно найти. Но, конечно, вот именно по рекомендации выращивания лекарственных растений нам нужно, конечно, вот это вот, брошюры такие уже выпускать. Мне во время лекции вспомнились следующие слова. И думаю, уважаемому лектору они понравятся. Растения рассыпаны по земле, подобно звездам на небе. Но звезды далеко, а растения у ног моих. Вот. А вопрос у меня следующий. Как вы относитесь к вегетарианству в наших условиях? Все должно быть в меру. И молочная пища, и мясная продукция, и рыбная, должна быть, конечно, в рационе. Потому что энергию дают и эти продукты. И жир тоже должен быть в растениях, но есть масла. Но в таких количествах, конечно, чисто вегетарианством, я думаю, это, ну, конечно, это выбор каждого. Я и не против, и не за. Но растительная пища, она должна быть и не меньшей. Она должна быть умеренной. Вот, например, мы ходим по врачам, и врачи в основном рекомендуют какие-то антибиотики, лекарства. И хотелось спросить, почему они не рекомендуют какие-нибудь, например, лекарственные растения? Сложилась такая политика, можно сказать, да. Врачи должны рекомендовать именно лекарства. А мы ответственность должны взять на себя, да, и не полагаться на врачей. Мы должны, что нас беспокоит, что нас тревожит, какие болезни у нас появились, мы должны уже сами лечиться. И уже заниматься профилактикой. Вот самое, как бы, экономное, можно сказать, да, это профилактика своего здоровья. Именно с рождения. И еще один вопрос хотелось задать. Вот, например, у моего брата заболевание почек. И, получается, он без лекарств никак не может. А какие травы могут, как бы, поспособствовать лечению вот этого вот заболевания почек именно? Какие-нибудь травы есть, например, у нас в Якутии? Мочегонные можно использовать, тут же бруснику, листья в бруснике, ягоды в бруснике очень хорошо пойдут. Крапиву, еще тимин обыкновенный. И можно, конечно, посмотреть еще литературу. Литературу, сайт, и можно посмотреть, какие могут, могут успеть. Конечно, они не смогут уже, если человек заболел, да, сразу, да, вылечить. Но может облегчить. Поэтому, а поэтому нужно вот профилактикой заниматься. Если взять такое среднестатистическое хозяйство, допустим, дачное, да, дачу, обычно люди выращивают такой набор. Картошка, морковка, свекла, огурцы, помидоры. И вот когда осенью мы все это выкапываем, там, собираем, мне всегда жалко смотреть на ботву. Ее так много. Вопрос. Из перечисленных овощей мы используем корнеплоды. А какие вот эти вот травы можно использовать в качестве пищи? Я имею в виду морковку, свеклу, картошку. Ну, листья картошки мы не едим. Нельзя, да? Да. А вот остальные растения, овощи? Ботву, свеклы можно. Листья. Да, листья, да, листья. Эти же овощи можно использовать. Морковь? Морковь, да, вы можете заморозить, да, вы можете сушить. Когда морковка растет, не надо срезать, да, потому что она же питание получает. А после того, как мы выкопали, можно использовать листья. Ну, а такие негодные вот эти вот надземные части вы можете использовать как компост. Это удобрение будет. Какое растение вы считаете дежурным, который может очистить весь организм. Все время же наш организм интоксикацию проходит. И чтобы токсин выводить, например, я знаю, зеленый чай, да? Настоящий зеленый чай очищает. И еще какое растение есть у нас в Якутии, именно конкретное. Все зеленые растения, они очищают, да, но кровь очищает хорошо крапива. Вы можете настой сделать, да, и уже пить. И смотрите, конечно, рецепты. По рецепту вы пьете. Вы сами какие лекарственные растения выращиваете дома и в огороде? У меня, к сожалению, частного участка нет, но я работаю в ботаническом саду. Я куратор коллекции лекарственных растений Якутии. И там у меня растут лекарственные растения Якутии со всей улусов, да, нашего, нашей региона. Расскажите, пожалуйста, про это топинамбур. Клубни, как едят клубни, вот светки и листья, как их используют как лекарственные растения. Топинамбур, он не наше растение, поэтому можно узнать об этом на сайте. Как различить ядовитые растения? Ядовитыми растениями у нас занимался Самарин еще в 60-х годах. И по его литературе можно узнать, да, какие у нас растут ядовитые растения. Вы можете смотреть определитель, по определителю вы можете посмотреть или по фотографии, да, какие ядовитые растения есть. Если вы сомневаетесь, что это лекарственное или ядовитое растение, да, или обратиться к специалисту, он определит вам, какое это растение. Поэтому, когда вы выращиваете или собираете уже сами, да, на природе, то вам нужно узнать это растение, да, и потом собирать. Дорогие друзья, этим заканчивается наша лекция. Спасибо большое за интересные вопросы. И я желаю вам не болеть, используя наши травы и в пищу, и в лечении. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.